Всем привет! Так, что у нас там сегодня? У нас сегодня… 10 августа, четверг, с вами видеоканал Gaming Online, и мы приготовили для вас очередной выпуск игровых новостей. В сеть попали подробности одиночной кампании новой Call of Duty в соответствии с ними выяснилось, что новый зов в долга действительно будет немного необычным и не похожим на себя прошлого. Например, в одной из миссий игроку придётся в составе небольшого отряда проникнуть в тыл к немцам, и, будучи в немецкой форме, вести себя так и разговаривать, чтобы не вызвать подозрения. Само же задание придётся выполнять в режиме стелс. Высадку в Нормандии, кроме которой американцам, собственно, и вспомнить нечего, покажут в первой миссии, в которой разработчики предложат, цитата, «жёсткую и интимную схватку». Вряд ли немцы с американцами будут крепко обнимать друг друга и целовать, ибо, похоже, речь идёт о штыковом сражении. Ну и напоследок окончательно подтвердилось наличие свастики в компании, и полное её отсутствие в мультиплеере. Как показывает практика, даже зашкаливающие положительные отзывы не являются гарантией коммерческого успеха. В частности, так случилось с Low Breakers, который сначала провалился на стадии предварительных заказов, а потом уже на старте продаж. А потому, что не надо копировать и насыщать рынок тем, чего уже и так хоть отбавляй. Несмотря на то, что поклонники Low Breakers пишут восторженные отзывы в стиле, это же Клифф Ближейнский. Так же, как любили писать поклонники Metal Gear, это же Хидео Кодзима. Игра эта не вошла не то, что в топ-10 Steam, но даже выпала из первой сотни. Для проекта такого масштаба – это провал. Даже убыточная Battleborn выступила лучше в своё время, ибо на старте продаж у первой на серверах было около 12 тысяч игроков, а у Low Breakers – печальные 3 тысячи. Так что с высокой долей вероятности можно утверждать, что этот шутер переставят на условно-бесплатные рельсы. Чтобы русские не начинали изобретать, в итоге получится автомат. Какую бы сетевую игру не задумывали разработчики, в итоге игроки будут убивать друг друга. Создатели Пятница 13-ая вынуждены ослабить силу почти всего оружия в игре. Причина – игроки убивают друг друга, и с этим нужно что-то делать, потому что, как сообщает официальный твиттер-студий, так не было задумано. В итоге, на карте оказался не один маньяк, а несколько, что совершенно ломало логический ход геймплея. Поэтому оружие решено понерфить, если это не поможет, то следующий патч отключит возможность убийства товарища по команде вообще. Глава InXile Entertainment Брайан Фарго заявил о том, что игра под названием Starflight требует воскрешения. Таким образом, делаем предположение, что вместе с Васталан 3 в студии планируют взяться и за этот космический ролевой симулятор-песочницу, который выпустил Electronic Arts ещё в 1986-ом году. Игра славилась огромной по тем временам вселенной, большим количеством планет, широким ассортиментом инопланетян и бесконечно песочным геймплеем, не прощающим ошибок. Она выходила и на ПК, и на консолях, и в своё время была мегапопулярна. Ну, а тут ещё и создатели Star Citizen гребут лопатами десятки миллионов долларов геймерских пожертвований. Так что, похоже, скоро на один космосим в этом мире станет больше. PlayerUnknown's Battleground сочетались в добавлении в игру нового патча, который исправил много чего и много чего привнёс. Например, устранил глюк с невозможностью присесть и добавил убитому герою с кладбища возможность видеть маркеры своих товарищей по команде, и таким образом оказывать пассивную помощь подсказками. Но кое-чем игроки остались недовольны. Речь идёт об исправлении бага с пропажей голосовых бесед на стартовом острове, который многие нашли очень полезным. Баг заглушал бессмысленные и бесконечные крики, среди которых, естественно, доминировала сплошная нецензурная брань. Многие пожелали, чтобы на острове было так же тихо, как раньше, когда включался глюк. И, судя по всему, требований было так много, что разработчики пообещали подумать над тем, как помочь геймерам с тонкой душевной организацией и нежным слухом. На E3 2015 впервые был показан экшен под названием Megatron Rainfall, о сражениях с инопланетными гигантскими роботами, уничтожающими город со всеми его небоскребами и прочей инфраструктурой. И вот, спустя аж два года, игра получила второй трейлер, который, к счастью, оказался геймплейным. К счастью, для владельцев шлема виртуальной реальности, ибо игра, в первую очередь, предназначена для них. 26 сентября появится версия для PlayStation VR, а спустя месяц игра выйдет в Steam, где, судя по всему, будет доступна и без использования технологий виртуальной реальности. В CD появилась альфа-версия модификации под названием Warcraft Total War, в которую добавили орков из армии Азерота. Мод этот создан на базе Total War Medieval 2, и кроме Азерота там уже есть высшие эльфы, гномы, огры и нежить. Авторы мода заявляют, что он ещё не полон, и что в будущем планируют существенно расширить количество рас, но не будут против, если на базе их проекта кто-нибудь сделает что-нибудь другое. Ну, и напоследок смешное. Канадские учёные из Монреальского университета опубликовали доклад, в котором ухитрились найти взаимосвязь между шутерами от первого лица и, как они выразились, нарушением работы мозга. Эксперимент был следующим. Сотню человек заставили в течение девянаста часов, это почти четверо суток, с небольшим перерывом на сон и еду, играть в Call of Duty, Borderlands и Killzone, после чего их посадили за столы и попросили решить кое-какие тесты на логику и общий интеллект. И, сюрприз, те, кто беспрерывно играл четыре дня, показали куда худшие результаты, чем те, кто не играл. Это учёные объяснили тем, что мозги геймеров переходят на автопилот, а потом, когда игра закончилась, отключать этот самый автопилот они мозги не хотят. Есть мнение, что если самих смешных канадских учёных заставить четверо суток заниматься чем-нибудь однообразным, типа конспектировать тексты песен, играющих по радио, или стирать носки, на пятый день они не то, что таблицы умножения не вспомнят, а и вовсе забудут, как их зовут. Это были все самые актуальные, интересные и неинтересные игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание, и до новых встреч.